Вдовый горбик Женщины уже оставались вдовами, а их скелет под тяжестью прожитых лет сдавливался и появлялся горб. Сегодня же мы поговорим не о настоящем горбе, а о небольшом образовании в области седьмого шейного позвонка. Этот нарост – не что иное, как скопление жировой ткани и отложение солей. Помимо эстетической составляющей, такой горб приносит вред здоровью. Он сдавливает позвоночную артерию, что снижает поступление крови и кислорода в мозг. Уменьшается его питание, отсюда плохой сон и возникновение головных болей. Вы не можете сосредоточиться. Снижается концентрация внимания. Есть ряд предпосылок к возникновению такого горба на шее. Лишний вес. Избыток жира в организме оседает и на шее в том числе. Поэтому необходимо нормализовать питание и исключить сладкие и высококалорийные продукты своего рациона. Гормональная перестройка организма. От жировых отложений чаще страдают женщины. Объясняется это тем, что их гормональный фон непостоянен. Он меняется в период менструации, во время и после беременности. Также снижается выработка гормона эстрогена в период менопаузы. И женский организм начинает работать по мужскому типу. Жир начинает откладываться в области шеи. Увеличиваются объемы верхней части спины и плеч. В это время обязательно следует поддерживать гормональный фон с помощью специализированных препаратов. Это убережет ваш организм от быстрого старения и резкого изменения фигуры. Помимо этого, на выработку гормонов влияет и прием некоторых лекарств. Остеопороз. В результате этого заболевания изменяется структура костей. Причиной является недостаточное кровообращение и вымывание солей из костной ткани. Остеохондроз. Постоянная работа за компьютером. Ежедневные вечера перед телевизором, длительное нахождение в одном положении, все это провоцирует изменения в межпозвоночных дисках. В итоге на холке откладываются соли, что и выглядит внешне как некрасивый старушечий горб. Чрезмерные физические нагрузки. Спорт очень полезен любому человеку, особенно в пожилом возрасте. Однако везде нужна мера. Не стоит переусердствовать. Повышенные тренировки приводят к увеличению мышц в области шейных позвонков и образуется неэстетическая выпуклость. Травмы позвоночника. Даже небольшой ушиб может привести к образованию опухоли. Поэтому при любом повреждении шеи необходимо обязательно показаться врачу. Наследственность. Зная, что у ваших родственников проявлялись такие наросты, следует заранее принять профилактические меры и устранить провоцирующие факторы. Методы борьбы с жировым горбиком. Полноценный сон. Следует правильно подбирать подушку и матрас. Мягкие перины и подушки не по размеру не дают телу принять расслабленную позу. Спать рекомендуется на твердой поверхности. Лучше приобрести ортопедический матрас. Он способствует правильному сну, создавая естественные небольшие изгибы для тела. Подушку следует подбирать по ширине ваших плеч. Также она не должна быть высокой, максимум 10 см. Такая высота создаст правильную поддержку для шейного отдела. При этом голова не будет сильно отклоняться от горизонтального положения, что позволит кислороду полноценно проникать в мозг. Физическая активность. Даже небольшая ежедневная зарядка способна убрать эти жировые накопления с шеи. Ведь на работающих мышцах жир не задерживается, а превращается в энергию. Выполняя следующие упражнения, вы довольно быстро сможете вернуть красоту шеи. Главное правило – регулярность. Именно выполняя каждый день серию этих несложных упражнений и постепенно увеличивая количество подходов, вы добьетесь прекрасных результатов. Наклоны, круговые повороты головы. Выписывание подбородком в воздухе цифр и букв. Это укрепит скелетную мускулатуру. Такие упражнения являются прекрасной профилактикой против отложения солей. Упражнение «Лодочка». Его следует выполнять на твердой поверхности. Необходимо лечь на живот, вытянув и приподняв руки и ноги. Задержаться в таком положении на 5 секунд, а еще лучше немного покачаться. Упражнение «Кошка». В положении на четвереньках прогибать спину внутрь и наружу. При этом шея является продолжением спины и тянется с ней в одной линии. Упражнение «Мельница». Ноги расположить на ширине плеч, выполнять махи руками, поочередно доставая ладонями до пальцев ног, левая рука касается правого носка и наоборот. Помимо такой зарядки рекомендовано заниматься плаванием. Этот вид спортивных занятий очень хорошо укрепляет спину, вытягивает, расправляет позвоночник и не позволяет скапливаться жировым отложением на шее. Массаж. Можно как посещать специализированные салоны и медицинские центры, так и массажировать шею самостоятельно в домашних условиях. Если вы решили обойтись собственными силами, то перед массажем желательно расслабить мышцы. Для этого прекрасно подойдет теплая ванна с ромашковым отваром или содой. Она также способствует размягчению жировой ткани, и вам будет легче самостоятельно разминать шею. Помимо ручного массажа, жировые скопления хорошо разбивают душ шарко. Правильное питание. Это очень важный момент, ведь сбалансированный рацион – это обязательное условие для здоровья всего организма. Поэтому очень важно наладить питание, отказаться от жареных блюд, фастфуда. Основой рациона должны стать кисломолочные продукты с пониженной жирностью. Вареная рыба, нежирное мясо, свежие овощи, зелень и крупы. Очень хорошо способствует выведение лишней соли из организма обыкновенный рис. Для эффективности советуем приготовить его по специальному рецепту. Залить полстакана крупы с вечера холодной кипяченой водой. Утром воду слить. Проварить 1 столовую ложку риса в воде без добавления соли в течение 5 минут. Оставшийся рис также залить новой чистой водой и хранить в темном месте. Сваренный таким способом рис вытягивает соли из организма, оздравливая суставы и сосуды. Употребляя ежедневно натощак этот пресный рис, вы быстро приведете в норму водно-солевой баланс организма. Вспомогательные средства народных целителей. Фасоль. Следует сварить 5 столовых ложек фасоли и, укутав отвар одеялом или плотным полотенцем, оставить доходить в тепле на 10 часов. Полученное средство выпивать по 200 грамм 2 раза в день. Мед с солью. Смешать эти продукты в пропорции 1 к 1. Полученную массу завернуть в ткань и приложить горбику. Горчичники. Следует 3 раза в день использовать горчичники вокруг образования нароста. Они стимулируют кровообращение, что также важно при сжигании жировых накоплений. Свиное сало. Измельчить 100 грамм сала и добавить в него по 1 чайной ложке меда, 70% уксуса и одеколона. Все тщательно перемешать и после застывания полученным средством мазать шею утром и вечером. Такие народные средства являются отличной подготовкой к массажу и прекрасным дополнением к основному лечению. Как видите, избавиться от вдовьего горбика не так уж и сложно. Вполне можно справиться самостоятельно с этой проблемой, не прибегая к услугам косметологов и хирургов. Главное больше двигаться, не засиживаться в одной позе, ежедневно выполнять упражнения для шейного отдела, спать на жесткой поверхности, отказаться от высоких подушек. Также следует контролировать свой вес, питаться умеренно и сбалансировано, поддерживать правильную осанку, а женщинам следить за гормональным фоном. Подобрав спортивное хобби по душе, вы предотвратите скопление жира и солей, и ваша шея будет красивой и здоровой.